ну что друзья всем привет сегодня у нас с вами эксперименты на канале то что я люблю больше всего я думаю что многие из вас тоже и так посмотрите что меня окружает стакан и сода а еще я вам хочу сказать что в детстве я очень любил выжигать любил ровно настолько насколько этим не занималась к сожалению там я рос выжигатели были недоступны это я все компенсировал потом во взрослом возрасте когда у меня был лазерный гравер я все это мог делать и как же я удивился когда на просторах интернета обнаружил видео где показывают как собственно создают рисунки в виде молнии на дереве это очень интересно завораживает и я тогда говорю ну прикольно посмотреть со стороны а сам я этого делать не буду и прикольно получилось когда мой товарищ говорит а у меня есть такая штука хочешь попробовать я тебе объясню как сделать я говорю ну если ты живой после этого давай-ка я тоже попробую ведь это действительно увлекает для этого нам необходимо подготовиться и первый и самый важный компонент всей этой истории это высоковольтный трансформатор из микроволновой печи и где-то такую печь я видел пойдемте к поищем вы уже ходили со мной на поиски по нашему офису я думаю что для вас это не в новинку пойдемте я покажу все и вы это оцените выходим оглядываемся вот он пациент итак друзья вот ради чего мы все это делаем вот так выглядит высоковольтный блок питания точнее высоковольтный трансформатор которому к выходам которого мы подключили следующее на вход 220 накинули один провод кидаем на корпус да и на обмотку собственно второй провод что у нас с вами получается с другой стороны я взял провода подлиннее и примотал к ним саморез поскольку я меньше всего хочу чего-либо здесь касаться во время работы я еще тот или электрик мамкин а поэтому я прикручу убегу куда-нибудь в соседние государства и включу оттуда собственно и дальше горе но все конем посмотрим как это будет работать очень важно что нам с вами понадобится дополнительно кроме самого важного элемента это досочка давайте попробуем сегодня поэкспериментировать сделаем две гипотезы а это раствор раствор соды и воды параллельно пока я вам рассказываю мы делаем на 100 грамм сода мы делаем одну чайную ложку воды здесь у меня где-то 200 грамм собственно две чайные ложки я добавляю все это у нас разбалтывается понятно плюс минус самолет здесь экспериментируйте если у вас будет желание и время пока у нас это все дело здесь растворяется что мы еще сделаем с вами мы с вами поскольку здесь у нас все готово трансформатор прячем возьмем кисточку которая нам будет помогать пропитывать нашу досочку мы можем это делать в онлайне а можем заранее это собственно все дело пропитать а потом только уже вкрутив саморезик и получать удовольствие поскольку я вам сразу сказал что я ничего тут касаться во время этого дела не собираюсь пусть она работает именно так предположение у меня два поскольку я посмотрел много видосов то когда какие-то контакты которые подключены трансформатору касаются поверхности смоченной вот этим интересным раствором то наши молнии красивые они распространяются в хаотичной последовательности мы сделаем первый вариант именно такой а второй вариант мы сделаем следующий мы сейчас с вами берем какой-нибудь острый инструмент это может быть канцелярский нож может быть вот такие ножи для работы с деревом и вырубаем канавку вдоль потом перед тем как включить ток мы с вами раствором прямо быстро проходим по этой канавке таким образом мы задаем цепь от которой будут распространяться собственно наши вот эти молнии то есть мне кажется рисунок от классического способа будет отличаться именно в способе когда у нас есть центральная канавка то есть все это должно идти быстрее и более так предсказуемо вот это мне просто интересно посмотреть чем видео ради того чтобы пару досок сжечь мутить что нет давайте гипотезу гипотеза звучит так если у нас в середине налита налит содовый раствор то рисунок будет отличаться нежели когда этого не сделано и отличаться именно тем что будет выделена центральная часть сейчас берем ножом проезжу у меня сосна сосна мягкий материал вы знаете это все соответственно это тоже достаточно быстро должно проходить ножи тупые ну собственно сейчас мы не отвлекая вас здесь это все дело проковыряем так друзья давайте покажу что получилось я сделал центральную жилу сейчас здесь еще сучок вот так а пойду по кругу и перед тем собственно как включить электричество два самореза у меня будут вкручены непосредственно давайте показываем на практике все саму вот эту ложбинку в самоуглубление вот так это все дело будет происходить центр у меня будет заполнил прямо жидкостью помимо того что у меня вся доска пропитана я вот так сейчас ее пропитываю но непосредственно перед исключением я прямо налью чтобы вода здесь стояла и дальше я хочу увидеть следующую картину мы посмотрим будет так или нет мгновенно у нас с вами замыкается цепь и рисунки будут формироваться вот таким образом я кстати с вами когда пока говорю я уже понимаю что так формироваться они не будут но не скажу почему напишите это в комментариях все собственно сейчас переходим к экспериментам но понятно что здесь я этого делать не буду у нас тут датчики пожарные я думаю что дыма будет столько что не на одну бригаду хватит поэтому выходим на улицу то у нас сейчас как раз подморозило и начинаем зажигать эгей практика сегодня очень хорошая погода для съемок подобных видео но не будем тянуть никого и ни за что смотрите у нас с вами три эксперимента первый эксперимент классическая деревяшка второй эксперимент мы сделали пропилы и собственно интересно как повезет себя то же самое на фанере я предлагаю начинать иначе мы с вами замерзли и так включаем раз два три смотрите что происходит с двух сторон у нас начинается движение очень интересно очень красиво оно выделяется большое количество дыма да и во всех помещениях мы можем показывать вот такие эксперименты смотрите как классно находит как будто лава растекается по зловеркности периодически мы видим все смотрите ручейки огненные кстати обращаю ваше внимание чем лучше вы пропитаете материал тем лучше будет обрати внимание пожалуйста вот здесь через сучок уже даже проходит с обратной стороны у нас я боюсь что сейчас мы прервемся и продолжим чуть позже иначе прогорит солнце вот такая история происходит горит уже снизу скорее всего с обратной стороны быстрее лишь он почему-то ушел туда потому что вот здесь путь я здесь пропитал сильно через торец она проходит вниз с торцов с обратной стороны проще я не могу сейчас взять давай перевернем я думаю здесь все понятно зачистим посмотрим вот такой рисунок на плесень похож итак друзья эксперимент номер два сейчас мы с вами заложили вот в эту ложбинку специально сону собственно клубный раствор включаем и наблюдаем что будет происходить ждем какое-то время смотрите у нас начинает кипеть именно то есть мы думаем что будет быстрее и предсказуемее распространяться рисунок он начал это делать с двух сторон ну в принципе да вот по скорости я вижу что благодаря тому что есть некое углубление у нас фонтан электрический распространяется достаточно быстро очень интересно здесь у нас снова идет в обратную сторону и сейчас прикиньте на другую сторону деревяшки наблюдаем смотрим уже пожарище начало посерединке то есть у нас прям формируется основной очаг вот здесь смотрите как пошло то есть из-за того что с обратной стороны все у нас пошло навсывать до тех сторон вот здесь я поперек слоев видите не очень хорошо идет зато сзади у нас уже загорелся пожар сейчас я приостановлюсь подниму деревяшку выше продолжаем наблюдать смотрите как горит сзади все дрова друзья дрова ну я думаю все пора это прекращать иначе нам нужно тащить шашлыки а мы их не взяли итак друзья эксперимент с фанерки сейчас включаем я не знаю что тут будет по фанере как распространяться очень интересно я поглубже вкрутил саморезики поднял на досочки и собственно начинаем эксперимент раз-два-три я вижу что с торцов у нас вдоль волокон уже распространяется да то есть по слоям фанеры вот такие вот клеили ну достаточно интересно что происходит потом мы высушим весь материал шлипанем его и собственно вы увидите что у нас получилось уже начисто что можно ожидать от такой тихо именно в нашем исполнении мы не профессионалы любители просто развлекаемся ну собственно я здесь уже останавливаю ничего нового мы уже не увидим ну все друзья эксперименты провели пойдемте быстрее в офис заканчивать видео я чувствую что какое-то время на канале ничего выходить не будет давайте погнали ну что друзья не лучшую погоду мы выбрали для собственно света представлений но что имеем то имеем и так что получилось я сейчас взял жесткую щетку жесткая и прямо на улице все это дело промыл да плюс еще на батарею кинул просушил чтобы вам показать потому что все было грязное в саже какие рисунки у нас получились напомню первый эксперимент у нас был когда мы просто закрутили начало и в конец два самореза доска была пропитана раз шесть и собственно вот у нас начали формироваться вот такие рисунки но из-за того что по торцам доска пропиталась намного лучше у нас все наше изображение ушло назад причем я обратил внимание видите тут еще в соде что все это пошло от вот этого сучка то есть видимо где-то между сучком и древесиной попала вода может это благодаря тому что смола более тверда и как то вот так это все дело и оно ушло на другую сторону то есть вот такой рисунок получился завтра я его зашлифую вы увидите фотографии сейчас нормально просохнет чтобы можно было подшлифовать материал мягкий чтобы он не тянулся далее самая наша многострадальная доска вот с нее мы собственно и начинали помните я делал проточки вот эти мгновенно конечно как я ожидал тут у нас ничего не произошло да но реакция была намного быстрее причем пока мы это делали тут же у нас подошли зрители с улицы потому что это завораживает и говорят так так же не интересно это типа читерство какое-то вот по природе это вот так вот идет намного интереснее нежели когда вы задаете какие-то направляющие ну мы с вами хотели попробовать собственно попробовали опыт поимели молодцы работаем дальше опять же видите тут через сучок тоже прошло видно здесь видно что сам торец сучка вот здесь он у нас вышел ну очень интересно именно наблюдать вот и пытаться анализировать как это вообще история работает ну и обращу ваше внимание на фанеру то есть фанера тоже сработало я думал что ничего такого не получится по какому-то рисунку где-то оно шло поскольку фанерка у нас была изрезанная вся мы ее на мастер-классах используем на ней дичь всякую творим то где-то пошло по этим линиям прорезем а где-то вот по какому-то рисунку помните я вам говорил то что я в процессе пока делал эти углубления уже стал понимать что мгновенно эта вся история не получится и вот как я хотел в миллионе мест именно как ствол дерева да и у нас веточки разойдутся такого не будет по одной простой причине потому что мягкая часть дерева по которой это все прожигается она вдоль волокна идет вот соответственно доска пропитывается именно вдоль она разделена между мягкими твердыми слоями я думал что вот так будет и очень часто она получилось достаточно редко но все равно как бы рисунок более такой предсказуемый грубо говоря если бы у нас был материал равномерно пропитанной и равномерной твердости тогда за счет выделения центральной части мы могли ожидать того эффекта на который я рассчитывал здесь плюс-минус получилось но все-таки большую сторону минус ну что друзья обещал вам показать фотографии покажу видео думаю так нагляднее здесь у меня заготовка которую мы с вами покрывали хочу показать чтобы вы ориентировались на базовый цвет и обратить ваше внимание о том что дерево позеленело там где мы его соды пропитывали да у нас образовались некие острова и собственно с с учетом этого дальше мы смотрим на изображение которое у нас получается первый вариант это был первый эксперимент два самореза по краям и ждем до последнего пока прогорит куда потечет я обработал всю эту историю ну шлифанул жесткой щеткой вымел лишнее здесь где видно что броширование очень интересно очень красиво получилось это у нас щетка по металлу потом жесткая щетка и потом собственно просто помыли шлифанули и покрыли чем я покрывал вы сейчас удивитесь видите что зеленый цвет а зеленый цвет у нас получился благодаря вот такой морилки на спиртовой основе сосна представляете хотел желтый получил зеленый я думаю что тут покрытие в один цвет если я еще раз за три покрою наверное что-то к желтому приблизиться но тем не менее возможно когда я покрывал какой-то пигмент от соды смешался и тут что-то произошло но у меня других слов нет я не знаю почему так случилось имеем в виду вы мотаете на усть я вам именно этот нюанс рассказал если будете повторять рисунки красивые посмотрим на другой стороне это мы с вами утверждали гипотезу о том что у у нас собственно по проточке будет все распространяться намного быстрее так оно и вышло почти да то есть управлять мы этим не могли потому что у нас саморезы были намертво закручены но тем не менее рисунок красиво особенно вот здесь да когда у нас четкий столб ствол и чем дальше тем короче линии были то есть достаточно интересно наблюдать здесь хочу обратить ваше внимание у нас дошло до середины поднималось наверх и на ту сторону ушло и вот здесь уже соединилась вот здесь то есть очень интересно наблюдать делать предположения какие-то то есть не только визуально полезно но и можно там о чем-то подумать о своем предположение построить далее специально сделал чуть темнее здесь у нас масло конце я из баллона его разбрызгал тонировка орех идет вы можете посмотреть как оно выглядит как бы у нас более менее нейтральной стали не так выделяются вот эти прожоги выглядит интересно красиво вот но более темным я бы делать наверное не стал иначе смысл от этого всего просто мы потеряем обращу ваше внимание многие задутся вопросом что будет если пропитать маслом вот под маслом у нас рисунок выглядит вот таким образом вы видите что некое пятнышко образовалась да и просто мы получили эффект того что у нас поверхность закрыта защищена и руки не пачкает с маслом история достаточно интересная и конечно же если мы используем с вами фанеру что же будет вот собственно вы можете видеть здесь я как раз таки пропитал уже зеленым красителем называется краситель папоротник выглядит он таким образом и кто-то скажет так ты и вторую папоротником пропитывал нет было сосна и обращаю ваше внимание что дерево у нас тоже достаточно красиво интересно получилось но торцы оставляет желать лучшего мотаем это на ус и понимаем что это у нас идет под отпил а в целом достаточно интересно даже с фанерой получается если бы не было вот этих у нас линий то рисунки были бы более такие интересные здесь у нас через торцу линию прошло потому что проще было тут больше более концентрированный да вот этот раствор получился но в целом тоже интересно и оригинально для чего это все используется конечно же для декора для поделок различных когда вы хотите что-то объяснить детям или просто получить удовольствие от такой небезопасной напоминаю история и эксперимент все возвращаемся в студию и что еще хотел сказать классно я уже позже посмотрел видео как ребята делают эти электроды собственно с помощью пвх труб специально дистанционно чтобы их только мне лупила и они тогда их переставляет это тоже интересно потому что тогда как бы тот как участок который тебе нужно обработать его и обрабатываешь да не уходя далеко высоко не уходя далеко вниз плюс а ты можешь мочить именно тот участок который тебе интересен не всю доску как я и вставлять начало конец а допустим вот здесь в серединке намочили пропитали вокруг саморезов тоже намочили электродов и начали там втыкать вас тоже рисунок не будет так широко и непредсказуемо расходиться например на другую сторону вот такая история получилась мне очень понравилось если вам нравится видео подобного толка а вы скажете ну и что у тебя образовательный канал где это нам применить на самом деле я для детей это не порекомендую да то есть с ними проводить эти эксперименты но вот если бы я был педагогом и у нас ближайшее время была тема гравировки тема выжигания или тема электричества куда я хочу привязать вот этот трансформатор я бы дома где-нибудь поэкспериментировал а детям уже видео показал поскольку там будет ваше лицо лояльность вам как педагогу как такой лампочки которая может зажечь может предоставить информацию нестандартным способом повысится гораздо поэтому тут каждый выбирает сам для себя мне просто это нравится это мой канал поэтому собственно вы это и увидели с вами был александр канал есть вопрос если знаете что-то интересное напишите нам мы любим все повторять до новых встреч нажмите колокольчик и тогда точно будете в центре последней нашей дичи до новых встреч пока